Удивительная была сегодня игра. С самого начала у нас пошло все совсем не так, как мы планировали. Травма Котова на первых минутах. Плюс мы пропустили два мяча, которые абсолютно не вытекали из логики игры. Соперник два раза, грубо говоря, два раза перешел в половину поля, тут же забил гол. Это подорвало нашу уверенность в себе. Какие-то моменты мы торопились, не могли правильно распорядиться мячом, хотя пространство и возможности для этого были. Второй тайм, естественно, остался полностью за нами. Мы продолжали доминировать. Хорошо, что отыгрались. Забили два мяча. У нас было еще очень много моментов. Мы могли забить и третий, и четвертый мяч. Думаю, что второй тайм игроки получили удовольствие от того, что они делали на поле. Они играли, можно сказать, как во дворе, играли душой, сердцем. И хорошо, что, повторюсь, что мы отыгрались. Конечно же, мы должны были забивать третий мяч и вообще выигрывать этот матч. Но футбол тема интересна, что может так все сложиться достаточно непредсказуемо. С самого начала героическими усилиями мы вырвали ничейный результат. Хотя осадок остался, конечно же, мы могли забить и третий, и выиграть игру. Ничего экстраординарного мы не говорили в перерыве. Мы говорили о тех вещах, о которых мы говорили и до игры. Просто такое бывает. Не знаю, сложно объяснить сейчас, нужно посмотреть. У нас была уверенность, у нас было желание. Мы хотели держать интенсивность, мы хотели играть быстро и точно, агрессивно. Понимали все, как будет действовать соперник. Но, к сожалению, мы допустили несколько ошибок, которые подорвали нашу уверенность в себе. И нужно было ребят успокоить в перерыве. И, в общем, мы говорили о том, что еще есть второй тайм, в котором мы можем выходить и так же играть, как играли в первом тайме, только быть более точными, более дисциплинированными, сконцентрированными, что, в общем-то, и получилось.